А судьбу избирательной реформы решали на вечернем заседании. На рассмотрение вынесли сразу несколько законопроектов, которые призваны изменить систему выборов, смешанную на пропорциональную с открытыми списками. Как голосовали депутаты и что в итоге получилось, узнаем у Елены Зориной. Она следила за работой депутатов. Лена, здравствуй, расскажи, на чем сошлись избранники тебе слова. Кать, добрый вечер. Под конец рабочего дня депутаты то ли выдохлись, то ли на результат работать вовсе не собирались, но сделать первый шаг к избирательной реформе и открытым спискам так и не смогли. На вечернем заседании в зале презентовали сразу три законопроекта, но ни один из них даже за основу принят не был. Ни в комитеты на доработку, ни депутатам их также не вернули. Голосов попросту не хватило, как спикер не старался. Девяносто один решение не принято. Сто шестьдесят девять за. Я еще раз поставлю. Сто семьдесят четыре. Хочу сказать, что один из проваленных законопроектов о выборах народных депутатов должен был стать базовым в избирательной реформе, а теперь придется писать новый. Собственно, изменение избирательного закона наряду с снятием неприкосновенности и созданием антикоррупционного суда, одно из требований пикетчиков на улице. Жодное решение не было позитивным и, фактически, законопроекты есть отхиленем мы. Сегодня народный фронт, блок Петра Порошенко, сказал людям, что плювать мы на вас хотели. Давайте не создавать на этом какую-то проблематику. У нас идет нормальная парламентская работа. Мы видим перспективы, мы голосуем. Не видим перспективы, мы голосуем. Как много времени понадобится на новый проект несколько недель или несколько месяцев, пока не ясно. Завтра пятница, и, скорее всего, этим заниматься никто не будет. Ну а впереди у депутатов две непленарных недели. Но отступать от избирательной реформы, по словам спикера, избранники все же не намерены вернуться в зал для того, чтобы начать рассматривать избирательные кодексы. Катя. Лена, спасибо. Елена Зорина была на связи со студией и рассказала о том, как депутаты голосовали за законы о выборах. Депутаты голосовали за законы о выборах.